Всем привет! Добро пожаловать на канал ProgBlog TV и в Кремниевую долину. Меня зовут Вика, рядом со мной Алекс Хотилов. Он уже почти 30 лет в компьютерной индустрии, был свидетелем основания такой профессии, как quality assurance, поработал во многих крупных компаниях, таких как IBM, Intel, Visa. И сегодня у нас будет очень интересный разговор, продолжайте смотреть. Здравствуйте, Алекс. Здравствуйте, Вика. Расскажите, как начался ваш путь в программирование, в компьютерную индустрию, как вы попали сюда? Почти 30 лет назад, точнее в 89-м году, я, как многие в то время, только пришел с армии. И с ребятами решили поехать в гости, посмотреть, как живут в Америке. Через неделю понял, что это не совсем то, где мне хотелось бы задержаться. И в один день мы ехали с одним своим приятелем. И он попросил, говорит, слушай, давай заедем мне в одно место, надо подписать какие-то документы. Нет, ну давай заедем. Мы заезжаем, и оказалось, что он оформляет документы на грин-карту. Я сейчас помню, это такая старая белогвардейская адвокатесса была, такая по имени Ирина Боресса. Он там начинает подписывать документы, она так смотрит на меня, стороны говорит, молодой человек, а вы не интересуетесь грин-картой? Я говорю, нет, я вообще-то интересуюсь, как бы, вот, купить билеты и вернуться домой в Ригу. Она говорит, зря, потому что, если вы вдруг захотите опять приехать, то, как бы, с грин-картой вам не нужно будет стоять в очереди в Москве в американское посольство. Я говорю, нет, спасибо, как-то не очень. Она говорит, это будет очень быстро. Я говорю, ну, ладно, это быстро, давайте. Он говорит, деньги у вас есть? А у меня как раз в кармане было ровно все мои на то время сбережения 40 долларов. Я говорю, есть 40 долларов. Она так поощрилась, говорит, ладно, давай их сюда. Это было где-то в августе месяце, и в декабре 89-го года я получил грин-карту на руки, то есть, как бы, вот, и понял к это время, что надо, как бы, вот, уже уезжать домой. Вот, и решил перед тем, как уеду домой, посмотреть Нью-Йорк. Вот, я был в шоке, шокирован был этим Брайтон-Бичем. Сейчас он, наверное, немножко симпатичнее выглядит, но в то время он был ужасный. Я понял, что надо прямо вот сегодня ехать в аэропорт, покупать билеты и ехать домой. И зашел покушать в русский ресторан. Подходит такой здоровый грузин Буба, как выяснилось, тоже рижанин. И он говорит, работать хочешь? Я говорю, ну, окей, пошли. Я говорю, что прямо сейчас? Это было там, что-то около 10 часов вечера. Он говорит, прямо сейчас. Вот, и как бы стал работать прямо официантом. Потом познакомился с одним парнем, который говорит, слушай, говорит, в такси можно намного лучше деньги заработать, да, вот. И пошел, сдал на лассенс такси и стал работать в такси. И буквально через неделю после того, как я начал работать с одним напарником, один парень, такой Игорь из Литвы, он очень, как мы когда с ним менялись машины, он очень грустный пришел. Он говорит, слушай, представляешь, у нас тут наша еврейская организация, ХИАС, да, нам как бы нас полностью субсидировала. И вот пришла беда, то есть теперь они нас заставляют идти учиться куда-то, да, то есть дали списки разных учебных заведений, причем хороших, вот, и надо было выбрать куда-то, вот, иначе они, как бы, вот, перекрытят наше финансирование. И я там, говорит, прятался, прятался, да, и когда вот все самое лучшее разобрали, осталось какое-то, какое-то там программирование, да, говорит. Я говорю, слушай, так найди кого-то человека, который, как бы, вот за тебя будет ходить. Он говорит, слушай, классная идея, потому что там, в принципе, в начале занятия там называют фамилию, надо сказать, там здесь, как бы, и все, на этом все заканчивается. Вот, и, и, он говорит, слушай, ты не хочешь, я говорю, наверное, завязывай, как бы, я, как бы, вот. Я домой. Я домой, да, я, как бы, вот, вот, еще неделю, еще две недели, как бы, домой. Он говорит, ну, сходи один раз, что тебе стоит, ну, ладно. Курсы в то время были очень интересные. Перед тем, как начинать учить язык C++, мы начинали с фортрана, с алгола, с диспа, таких древних языков. И, в принципе, мне почему-то понравилось это дело. Единственная маленькая вещь, что смущало, начальная зарплата в то время программистов была 16-18 долларов в час. То есть я в два раза больше зарабатывал в такси в это время. И закончил эти курсы. В принципе, преподаватель был очень хорош, как я как-то сразу это понял. Я знаю, что у вас был один из преподавателей, очень известный. Да, он не совсем был преподавателем. Его звали Денис Ричи. Это человек, который в свое время изобрел, придумал язык C. И потом на этом же языке C переписал с языка Assemblée Unix. Сегодня все маломальские языки, они вышли из языка C. И, в принципе, сегодня самая лучшая, самая популярная операционная система – это бесплатная версия Unix, Linux. В принципе, Linux сегодня работает во всех марсоходах, во всех машинах, фотоаппаратах, чайниках и так далее. И в то время, когда я стал работать в Нью-Йорке программистом, 16 долларов в час, не было ни интернета, не было ничего там. То есть существовало на тот момент 4 книжки по программированию, они у меня все были. И мы там раз в месяц собирались на какие-то такие случки, такие, как сейчас называется, meet-up, конференции. Туда приходило все 6 программистов, которые в то время работали в Нью-Йорке, в Манхэттене. И в один прекрасный день приходит один из спикеров, представился, меня зовут Денис Ричи, начал шутить. Он такой, любил очень шутить, и как-то вот стал рассказывать, чем он занимался, и в принципе, после этого я ни одну с ним конференции не пропускал. И в один прекрасный день я познакомился с одной девушкой, моей будущей женой, на первое свидание. Я решил ее пригласить на очередную встречу Дениса Ричи. А мы приехали, вот, и сели на первом ряду, то есть как бы, да, вот, и я все тут ждал, вот, надо что-то спросить у него такое умное такое, вот. И ничего умного не придумал, как поднял руку, когда он стал спрашивать, какие-то вопросы есть у вас, вот, я поднял руку и говорю, у меня есть вопрос. Причем самое интересное, что я так хотел что-то спросить у него, да, и как-то даже не подумал, о чем будут спрашивать, да, то есть я вставая еще даже не знал, что спросить, да. И почему-то у меня автоматом из меня выпал вопрос, как выяснилось, он потом очень такой грубый вопрос был такой. Я говорю, Денис, вот смотри, самый первый язык программирования, да, назывался Fortran, да, в 57-м году придумали его, да. Потом Алго, да, потом Лиспо, красивые языки. Я говорю, а почему вы свой язык назвали буквой Си, да, я понимаю, допустим, до этого был язык под названием Би, вот, я говорю, что у вас ничего, никакого воображения как-то не было для названия, да, почему-то он там все время шутил Шитов, это очень сильно обидело. Вот, он что-то грубое сказал такое, да, я сел, потом он через секунду говорит, как тебя зовут, я говорю, Алекс, Алекс, встань, встал. Говорит, Алекс, почему тебе не спросить, например, вопрос, почему, например, в языке Си нету garbage collection, да, то есть, вот тут такие умные вопросы. Говорит, все садись. Я опять тяну руку, он говорит, вопрос, я поднимаюсь и говорю, Денис Рич, у меня вопрос, почему в Си нету garbage collection, да, там все засмеялись рядом. Вот, и тогда он произнес в первый раз такую гениальную фразу, которую я очень часто потом слышал везде, может быть, кто-то до него это говорил, но, как бы, я все время всем рассказывал, что, как бы, вот, это была фраза на мой вопрос. И он ответил, значит, по-английски звучит это так, да, Си does not produce garbage. Язык Си не производят мусор, да, то есть, что такое мусор, я думаю, Люба программист знает, что это такое, вот. И потом стал рассказывать, то есть, как бы, да, что, в принципе, идея такая, что для того, чтобы язык был скоростной, да, то есть, нельзя уповать на то, чтобы garbage collection занимался автомат, да, чтобы это было автоматически, да, то есть, программист сам должен знать, в какой момент сообразить garbage, да, с memory. Вы закончили эти курсы, да, как вы оказались в Кремниевой долине? Курсы-то были в Нью-Йорке? В принципе, это очень интересно, значит, одним словом, говоря, как попал, это вот, да, вернее, два слова можно произнести, да, это понты и бутылка водки, да, значит, я работал в компании, у нас был очередной, в 94-м году, в 93-м году был очередной новогодний празднование компании, да, вот, почему-то стали говорить про то, что вот русские, русскоязычные, там, как они пьют, как ирландцы пьют, то есть, как бы, да, вот, и я уже собирался уходить домой, как бы, я потом говорю, вот, в принципе, русский лучше всех пьет, он говорит, да ладно, лучше всех, я говорю, хотите, я выпью залпом бутылку водки, он говорит, да, завязай, как-то, такое же не бывает, я беру, там как раз стояла бутылка пол-литровой водки, я взял и выпил залпом ее, то есть, на это не первый раз это делал, у нас это было модно в студенческие годы, вот, и в это время там стоял один мужик, такой здоровый, такой двухметровый, по имени Джон Лумис, да, то есть, вот, и, в принципе, как-то какие-то люди подходили, что-то говорили, что-то спрашивали, вот, на этом все закончилось, да, вот, и в 94-м году задается звонок мне домой, поднимает руку, говорит, Алекс, я говорю, да, это Джон Лумис, ты меня помнишь? А я говорю, напомните мне, он говорит, ты водку, бутылку водку выпивал залпом при мне, я говорю, да, 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 он говорит, ты такой язык assembly знаешь, я говорю, ну, в общих чертах, а что такое, байс и сим, слышал, я говорю, ну, слышал, окей, возьми лист бумаги и ручку записывай, и он диктует мне 1111, Бейхилд Раф, Сан-Бруно, Калифорния, 94066, он говорит, жду тебя 5-го числа, 5-го июля, да, после дня, в 10 часов, и положил трубку, да, то есть, как бы, я сегодня положил трубку, я начал с ним разговаривать, и, может быть, я как бы там, что-то другое сказал бы ему, жена подходит, говорит, кто это был, я говорю, слушай, мне кажется, мы в Калифорнию едем, приезжаю в Калифорнию, да, значит, прихожу в компанию Компак, Компак была в то время самая крупная на тот момент в мире компания, так как сегодня Apple с Google вместе взятая, да, то есть, половина всего маркета Америки, да, выпускалась с Компаком, и 75 процентов мировых компьютеров, да, выпускалась компания Компак, вот, и, в принципе, в то время, значит, Компак выпускал компьютеры, да, и все, да, вот, и, в принципе, там было тоже человек 6-7 программистов, которые, в принципе, работают только с Байесом, да, то есть, и вся идея была такая, что в тот момент Байес вписался на языке Assembly, да, многие его называют Assembly, вот, и была идея такая, что постепенно-постепенно заменять Assembly на язык C, да, то есть, вот, и, в принципе, вот, искали человек, который знает C, то есть, как бы, да, и который, как бы, не прочь подучить Assembly, то есть, как бы, вот, это был я, вот, и с этого все, в принципе, началось, я стал работать, значит, программистов, но там писали мы этот, байес, да, то есть, в то время, значит, сделали 10% на C, потом 50% на C, сейчас, в принципе, все байсы пишут на C++. В один прекрасный день нас собирает наш босс Джилл Лумас и говорит, компания Компак решила полностью свой бизнес переанализировать, да, если до этого мы с вами продавали hardware, да, компьютеры, то теперь мы с вами будем продавать софтвер, да, вот, и все не поняли вообще, о чем это речь, вот, и он стал объяснять, что, в принципе, идея такая, что люди не покупают компьютер, как компьютер, да, как мебель, а они покупают возможность пользоваться каким-то софтвером, да, и идея появилась, что мы теперь будем продавать пакеты разного софтвера, только будут установлены на каких-то компьютерах, да, вот, и, в принципе, забегая вперед, значит, потом все компании, И после этого Acer, Хилл Паккард, Sony стали делать то же самое. Я знаю, что ваша дальнейшая карьера связана с Quality Assurance. Как так вышло? И вообще есть такая легенда, я хотела бы, чтобы вы ее опровергли или подтвердили, что QA начинали русские здесь, в Кремниевой долине. Так ли это? Да, это так. Значит, давайте я начну с того, что расскажу. Мало кто об этом знает почему-то. То есть многие работают десятилетиями в Quality Assurance. Они знают, откуда пошла профессия Quality Assurance в начале 90-х годов практически. Компании выпускали софтер. Значит, предположим, там сидело 10 программистов. Каждый свой кусок делал. Потом эти куски собирались в кучу. И копировались на дискеты. И эти дискеты потом рассылались по почте с зарегистрированным юзером. Или в магазины, или с зарегистрированным пользователем. Это все дело. Хоть и говорят, вроде бы, что программисты должны были тестировать софтер. На самом деле. Если даже и тестировали софтер, то, в принципе, только свой кусочек. То есть никто, в принципе, не заморачивался, что потрассировали все вместе взятое. И получалось так, что софтер копировался на дискеты, рассылались по почте. Люди получали этот софтер по почте, устанавливали, обнаруживали какой-то недостаток, какой-то дефект. То есть звонили по телефону, посылали факсы. И в компании этот баг исправляли. Опять копировали новую версию этого софтера. Тогда не было ни интернета, ничего. И опять посылали по почте. И так постоянно продолжалось. И в какой-то момент, я помню, мы практически каждый день посылали новую версию программ пользователям. И в компаниях стали говорить, ребята, смотрите, мы тратим большие деньги на копирование, отправляем. Потом выясняют, что банальные вещи не работают. Нельзя ли просто внутри компании, чтобы кто-то просто взял и проверил эту очередную версию, чтобы она просто тупо проклыкала ее, что она там работает. И вопрос был лаконичный, а кто этим будет заниматься? Естественно, программисты. Это не тот народ, который любит что-то делать лишнее от своей работы. И выяснили идею, что этим должен заниматься как человек, который никакого отношения к программированию не имеет. Как у меня началось, когда компакт решил переформатироваться в своем бизнесе, выпускать софтеры, и нас собрали на митинг и говорят, смотрите, мы теперь будем набирать большое количество софтеров. И вот этот софтер он уже будет устанавливать пакетами на компьютерах и убеждаться, что как будто он как минимум работает и как максимум он не конфликтует друг с другом. И Эдди будет заниматься, и я помню, как сейчас все так опустили голову вниз, все прыгали вниз. Я как-то то ли не успел опустить голову. И он говорит, что Алекс будет заниматься этим делом. Все как-то так выдохнули с облегчением. И вот мы пошли потом, в компакте очень важно было сразу title поменять. То есть мы пошли в отдел кадров, и он говорит, значит, Алекс теперь не будет программист, он теперь будет софтвер-тествер-менеджер. И я говорю, ну окей. И в принципе с этого все начиналось. Значит, мне приносили по почте, присылали кучу разного софтура, какие-то игры, весь софтвер, который на тот момент существовал. Я должен был взять, собрать штук 10 разных конфигураций компьютеров, тупо это все установить, и убедиться, что все это работает. Мне хватило ровного на два дня, а потом как-то меня это утомило. Я пошел к своему боссу, я говорю, слушай, Джон, я говорю, как-то вот работы много, то есть софтвера, то есть я просто там целый меняю, только устанавливаю это все дело. То есть в свое время не было даже CD-ROM-ов, это все было на флапе и дисках. Вот, он говорит, так возьми людей, какая проблема? И в тот момент, это был 1994 год, значит, кто-то мне сказал, что есть такой русский парень по имени Сергей Каменцев, который организовал первую русскую школу тестировщиков. Вот, он этим делом занимается, и кто-то мне нашел его телефон. И я позвонил, я говорю, Сергей, меня зовут Алекс, я работаю менеджером в компакте. Мне нужны люди, тестировщики. И стал объяснять, что, в принципе, пытался найти программистов, то есть как бы неудачно. Он говорит, да, у меня есть школа, я только открыл свою школу. Дело в том заключается, что я сейчас как бы не очень сильно этим делом занимаюсь, то есть я вот сейчас куда-то уезжаю, да, вот есть, есть еще, помимо меня, еще недавно открылись еще 2-3-4 русские школы, вот, и обратились к ним, да, и потом говорит, там есть одна школа, которую руководит Михаил Партон, вот, с ним, к нему не обращайся. Я говорю, почему? Он говорит, он мне денег должен. Мы посмеялись, положил трубку, и буквально через 5 минут звонок, на этот же телефон, поднимаю трубку, там говорит человек, говорит, здравствуйте, меня зовут Михаил Партон, вот у меня есть школа моя, тестировщиков, я слышал, что вы как бы вот ищете. Я говорю, ну да, ищем. Он говорит, вы не могли бы ко мне приехать домой? Я говорю, зачем? Он говорит, ну, я хотел вам что-то показать. Я говорю, окей, могу. Вечером приезжаю к нему. У Заката, значит, он выходит, значит, пультом открывает свой гараж, да, и в гараже стоят столы с компьютерами. Я говорю, это что? Он говорит, вот это моя школа. Я говорю, ну, прекрасно. А для чего? Для чего мне нужно было двигаться? Он говорит, чтобы ты понял, что как бы у меня все серьезно, да, вот, и если ты мне сможешь пообещать, что все мои студенты будут у тебя проходить практику, да, с возможностью дальнейшего трудоустройства, то я открою себе школу, то есть вне гаража, то есть как бы, да, вот, и займусь этим более серьезно. И, в принципе, я говорю, да, в принципе, могу пообещать. И вот с этого момента, как бы, началась моя профессия quality assurance manager, да, и у Михаила Портнова началась школа вне гаража. Я знаю, что в какой-то момент у вас появилась тоже школа. Как так получилось? Значит, вот когда вот это все началось, значит, я стал брать всех студентов практически, да, со школы Портнова, да, значит, потом потянулись, там еще были три школы. То есть практически каждую неделю приходили там 10-15, 10-15 человек в Новый год, да, то есть все время не хватало людей, вот, мы работали там в три смены, работы было очень много, вот, и в какой-то момент, значит, ко мне стали вот ребята обращаться, говорят, слушай, к нам приезжают родственники, у нас есть какие-то друзья, вот, они бы тоже хотели бы заниматься, вот, quality assurance, вот, и я говорю, ну, прекрасно, вот, есть школа, пускай тут учиться. Он говорит, нет, мы хотели бы, чтобы, может быть, ты бы им преподавал, потому что идея такая, что я, как бы, брал людей, да, и практически все, что мне нужно было, чтобы они знали, я вечерами собираюсь, я делал такие классы прямо на работе, после работы, то есть, как бы, я объяснял, то есть, как бы, основу вообще, да, все у этого дела, вот, и я говорю, ты не мог бы делать то же самое, только вот на, уже, грубо говоря, на коммерческой основе, то есть, как бы, нашим друзьям. Полгода назад, вот, было ровно 22 года, как я этим делом занимаюсь. Помимо того, что вы вели эту школу, вы работали на фултайм, всегда, и вы работали во многих очень известных компаниях. Я пытался много раз перестать работать, потому что, в принципе, у меня сейчас очень много проектов, которых, в принципе, хватает на жизнь, но как только я перестаю работать, и у меня меняется день с ночью, то есть, как бы, я, и мне нужно куда-то ехать на работу, вот, вот это вот. Поэтому я работаю для того, чтобы, как бы, вот, не, чтобы не... Поддерживать график рабочий. Дожизненный, вот. Значит, после компакта, значит, практически два года, значит, тестировали софтвор, то есть, в большом количестве, это было очень интересно, все было прекрасно. И в какой-то момент ко мне подходит очень быстро, так вот, куда-то торопясь, мой босс, вице-президент, значит, я говорю, срочно давай выйдем, выйдем срочно в коридор, мы выходим. Он говорит, а срочно иди в отдел кадров, я там договорился, переходи опять в программисты, срочно. Я говорю, а что случилось? Он говорит, не важно, иди прямо сейчас, и завтра, что дня будешь опять программистом работать. И ушел, да, я как-то подумал, ну, что-то вот, не понял для чего, как бы, вот, и не пошел. Вот, на следующий день я прихожу на работу, и сообщают, что, вот, Джон Лумас, ну, в таких случаях обычно говорят, что сам уволился, да, resign, вот, его уволили утром, вот, и через, там, у уца приходят ко мне представители отдела кадров, говорят, можно тебя пригласить в отдел кадров? Я пошел, сел, пришли какие-то люди, и говорят, дело в том, что, как бы, вот, мы решили тебя уволить. Вот, и у меня не было опыта до этого никогда в жизни. А как это происходит, я был просто в шоке, вышел, значит, оттуда, ко мне подальше люди, что-то случилось, говорю, вот, уволили, вот, и потом вышли на улицу, там вся толпа вышла, то есть, как бы, вот, это обсуждали, и потом, где-то буквально через пару месяцев полностью весь, весь департмент в Калифорнии закрыли целиком, и вот, и после этого, значит, Квейт-департмент остался только в Хьюстоне. Потом через два года весь компакт закрылся, да, его купили, значит, Хьюлил Паккарт и потом закрыл, то есть, вот, такая была грустная история. Обычно в голливудских фильмах показывают, как увольняют, ставят коробку на стол, в один день собираешь все вещи и уходишь, не готовый вообще к реальности, со своими кредитами и со всем. Это так? Ну, вот, вы определенно столкнулись с увольнением, наверное, у вас сотрудники тоже были увольны. Да, ну, идея такая, что, когда мы нас полностью разограли, да, вот, в принципе, практически весь мой Кьюи-департмент ушел в Соне работать, да, в Милл Питас. Там, наверное, человек 8 месяцев, да, потом много, долгое время работали в Соне. А вот в Соне как раз там оно славилось тем, что, когда человека увольняют из Сони, да, вызывают двух полицейских, да, и человек сидит за своим рабочим местом, да, и рядом с ним становятся два полицейских, да, и кто-то третий приносит ему коробку из-под серкса, чтобы он собрал вещи, да, и потом этого человека вводят, да, по коридорам с таким позором, да, вот, полицейскими. А почему так делают? Потому что боятся, что он какие-то данные заберет? Непонятно, непонятно. Например, вот я работал много лет в Эбэе, да, в Эбэе тоже было немножко некрасивого увольнения, то есть, как бы, там, такой, там, целый, целый такой план составляет, да, то есть, собрался митинг, да, и обсуждали, в какой последовательности как человека будут увольнять, да, то есть, в какой день, значит, кто-то к ним должен подойти, позвать его куда-то в это время, а, значит, у него отключают там e-mail, отключают там доступ туда, доступ туда, туда, то есть такое. После этого, значит, кто-то должен подойти в его кубикл, стоять рядом, да, чтобы он потом, когда ему сообщат о том, что он уволен, то есть чтобы он собрал вещи и кто-то должен его сопроводить из здания. Спасибо за отличное интервью, за такой экскурс в историю программирования, вообще компьютерной индустрии, тестирования в том числе и за отличные советы. Надеюсь, вам они будут полезны. Ну а мы встречаемся в следующих выпусках. Всем пока, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok